МОНТЕ КРИСТО По роману Александра Дюма, почему такой выбор материала? Ну, материал этот сам искал, наверное, наш театр очень долго. Он ходил по разным сценам, уже состоялась премьера и на площадке Москвы. И когда я услышал эту музыку, то прежде всего, наверное, подкупила в этом материале музыкальная часть. Прекрасная композитор Лора Квинт задумала это произведение и воплотила его в жизнь. И, конечно, когда сегодня ты слышишь, что композитор, твой современник вдруг написал такую музыку, то хочется как можно, наверное, большим людям рассказать о том, что такое произведение есть, что оно написано, что оно прекрасно. И, пожалуй, это тот редкий случай, когда, на мой взгляд, это лично мое мнение, музыка дополнила то, чего не хватало как раз роману. То есть как раз, когда читаешь книгу, тебе кажется, немного не хватает динамики. Есть уже, конечно, и вопрос тут времени немаловажный, что прошло немало лет. С момента написания, да. И такое произведение весомое, конечно, для того, чтобы сегодня оно было актуальным, интересным, для того, чтобы пробудить интерес к чтению, то необходимо, конечно, сжать его вот так, выделить в нем все самое важное, сконцентрировать это в один музыкальный номер, например, да, или сделать из шести глав одну музыкальную сцену. Пожалуй, только, наверное, музыкальному театру это под силу, действительно, и поэтому это произведение в музыкальной версии мне нравится больше, наверное, чем даже, если бы я читал это в виде драматического произведения. Ну, вот я как раз хотел спросить, сложно ли такое масштабное произведение вот в формат либретто перенести? Конечно, безусловно. Но здесь уже все это под силу только таким талантливым авторам, которые работали над этим произведением. Замечательный либретист, который написал это произведение. Сейчас я... Николай Денисов. Да, Николай Денисов. И, конечно же, он автор стихов, стихов великолепных. И Лора Квинт, которая написала прекрасную музыку, в соавторстве они сделали, на мой взгляд, просто шедевр. И когда я это читал, то это подкупило, это должно было состояться немедленно на сцене. Ну, все помнят Жанна Амаре, знаменитой экранизации. Очень важен исполнитель главной роли. Кто будет исполнять в вашем мюзикле? В нашем мюзикле будет исполнять приглашенный артист Александр Чернышев из Санкт-Петербурга. Ну, надо сказать, что вообще, конечно, роль Эдмон Дантеса – это очень непростая история. Здесь важен и типаж артиста, который должен идеально подходить, на мой взгляд. Здесь важна и, конечно же, вокальная партия, непростая, которая написана Лора Квинт. Она тоже должна, ну, как сказать, должна быть под силу артистам. Поэтому, конечно, поиск артиста шел долго, интересно. Но вот Александр – это практически наш земляк. Родился он в Новокузнецке. И даже он бывал на нашей сцене. Он работал на ней в проектах уже с московской оперетой, с санкт-петербургской оперетой. И, конечно же, все это, наверное, как-то прогнозировало то, что рано или поздно он будет и в родных проектах участвовать. Я очень рад, что он возвращается опять на родную землю и будет здесь играть в нашем спектакле. Но это же не первый опыт у театра приглашения артиста издалека. Вот в Сильвии у вас был приглашен. Да, да. Этот опыт существует у нас. И не только в нашем театре такой опыт есть. В нашем крае работает и филармония с приглашенными артистами, например. И, ну, по сути, все музыкальные учреждения, все оркестры, и в том числе музыкальный театр. Потому что, как правило, музыкальный театр здесь гораздо сложнее. Потому что даже все большие крупные музыкальные проекты, это мюзиклы и так далее, они все начинаются с кастинга. Мы кастинги не проводим, поскольку у нас, в принципе, очень хорошая труппа, очень сильная. И для того, чтобы доказать, что наша труппа сильна, мы приглашаем наших артистов из столиц. И, в принципе, конечно же, прекрасно то, что наши артисты ничуть не уступают. Они могут играть в паре со всеми звездами, которые имеют... Нет этого дисбаланса. Да, да. Дисбаланса ни в коем случае нет. Наоборот, наша публика может смотреть на то, что в нашем театре прекрасный состав артистов. Очень богатый, очень роскошный. И мы ничуть не проигрываем столичным театрам, когда ставим такие масштабные произведения. Насколько я знаю, и художник по костюмам тоже приглашенный из Красноярска. Да. Ну, это такой эксперимент, потому что здесь очень большой объем по сценографии. Здесь очень сложная сценография как по пространству, так и по костюмам. То есть, если кто-то знаком с романом, может себе представить количество персонажей, которые там участвуют. Тем более, что каждый персонаж имеет по 4-5 переодеваний. Из-за временного промежутка, то есть, когда проходит 20 лет, естественно, персонажи меняются, стареют, наоборот, молодеют и так далее. Поэтому по 4-5 комплектов уходит на каждого исполнителя. Это очень большая, очень серьезная работа. Поэтому над спектаклем работают сразу два художника в этот раз. Ну, там не только костюмы, еще и грим, наверное, по стежуре тоже участвуют. Безусловно, да. Ну, я говорю только лишь о художниках, а, конечно, исполнителями всех этих замечательных эскизов будут наши цеха, наши талантливые цеха, которые просто делают снова невозможное. И вот в такие короткие сроки мы выпускаем масштабный спектакль. И снова я, конечно, уверен в том, что мы успеем, потому что у нас очень сильная техническая сторона нашего театра. Вот вы правильно упомянули, что там много локаций, начиная от тюремной камеры и заканчивая другими. Вот по декорациям кто занимается и сложно ли? Это наш штатный художник Алена Муравьева, наш главный художник театра. Она разрабатывала пространство, все. И она же следит, конечно, за общей картинкой этого спектакля. В любом случае главный художник театра отвечает в целом за этот проект. Пространство очень тоже часто меняется, конечно, в этом мюзикле. И сложные такие картины, как «Карнавал в Риме» или же «Бал уже во Франции» – все это должно моментально перетекать и вытекать одно из другого. Поэтому здесь, конечно, очень сложная работа, очень непростая. Но, собственно, не только у художников такой работы много. И, например, у музыкального руководителя этого спектакля Елены Ивашенко – это тоже наш музыкальный руководитель театра. Потому что каждое направление, например, изначально, когда мы попадаем в Испанию, или потом мы оказываемся в Риме, или это Франция – это еще и стилистически разная музыка. Поэтому для каждого артиста нужно найти вот те нюансы в исполнении, когда зритель будет слышать вдруг французскую музыку, а теперь вдруг мы попадаем, например, в какую-нибудь итальянскую Тарантеллу. Это тоже прекрасные такие переходы, которые нужно успеть сделать, нужно вот эту атмосферу создать. Ну и не могу сказать о режиссере по пластике Татьяне Безменова, с которой мы сделали уже немало спектаклей. Да, безусловно. Но это тот человек, который создает всю визуальную картинку этого спектакля и создает ее очень осмысленно, очень вдумчиво. Ну, это, скажем так, уже мой сорежиссер, с которым мы работаем давно, и я уже знаю о том, что когда она приезжает на нашу землю, она уже чувствует себя здесь, как дома. А я знаю, что вы известны тем, что не просто режиссируете спектакли, но и играете сами роли. Вот здесь поучаствуете? Да, у меня здесь тоже есть роль Морелли, которую я буду исполнять. Ну, вот как-то так случилось, что на первой встрече в Москве с Лорой Квинт она мне сразу пророчила эту роль. Не знаю даже почему, если честно. Потому что она интересовалась нашим театром, смотрела какие-то записи. И вот как-то так сразу я был распределен уже композитором этого спектакля. Хорошо, спасибо, Константин, за интересный рассказ. Будем готовиться к премьерам. Я напоминаю, что показы первые спектакля состоятся уже в начале марта. Это мюзикл, напоминаю, Монте-Кристо. Я, Эдмон Дантес, в Театре музыкальной комедии. До свидания.